МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да-да, вы наверняка уже догадались. В программе речь пойдёт об одном из самых зрелищных уличных танцев брейк-дансе, или как его ещё называют, брейкинг. Самые кульные украинские бибои расскажут о том, как развивают силу, гибкость тела, чувство равновесия и выносливость. Ну что, качнём по полной? Брейк для меня – это смысл жизни, потому что только в брейке я чувствую себя свободно. Танец – это ритм моей жизни, это стиль. Танец даёт мне много энергии и ярких эмоций. Это мой способ самовыражения, это часть моей жизни, мой труд. Популярность брейк-данса после небольшого перерыва снова возрастает. Большое количество молодёжи привлечено. Это очень радует. Это круто. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брейк-данс – это ещё один способ как бы соединения, не знаю, дружбы. Мы все знаем друг друга, да, возможно, там, не лично, да, там, лично все это невозможно, естественно, но благодаря этому танцу каждые страны, любовь из разных стран, они, ну, они как братья. То есть ты всегда можешь встретить человека с другого конца планеты, да, и вам есть о чём поговорить. Километры, расстояние – это не преграда. Мы постоянно путешествуем и стараемся посещать много-много мест, узнавать много-много людей с целью развития, постоянного, да, совершенствования своих навыков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брейк-данс и брейкинг появился в Америке в 70-х годах. Точно никто не отслеживал, какая это была дата, когда люди начали танцевать уже внизу. Но это началось на вечеринках такого парня, как диджей Кул Хёрк. Вот, он ввёл понятие бибой, да, это ребята, которые танцуют брейк-данс, и они вместе назвали этот танец брейкинг. Он ставил ломаные биты, брейксы, да, это отрезки музыкальные, которые подрывали парней, да, и они показывали свои лучшие фишки на вечеринках. В Украину брейкинг попал, скорее всего, с видеокассет, вот, ну, по крайней мере, вот так я о нём узнал. Начал где-то развиваться в 90-х, приблизительно был пик двухтысячных. Да, это было очень популярно, много ребят, которые занимались, и сейчас продолжает это дело, вот я, например, уже 16 лет танцую. Было модно и круто ещё раньше, я думаю, танцевать брейк, вот. Но смотря на то, как друзья танцуют и вообще видео, да, всё что угодно происходило в этой хип-хоп-культуре, я давно хотел его научиться и жалею, что раньше не начал, вот там ещё, может быть, года на четыре. Брейком я начал заниматься около пяти лет назад. До этого занимался хип-хопом, бальными танцами и решил для себя попробовать что-то новое. Вот, видел, как ребята танцуют, знакомые мои друзья. И я с ними тоже начал тренироваться. В детстве я всегда занимался плаванием, лет так шесть, вот, профессиональным плавцом, можно сказать, был. Потом я заболел диабетом, и мне нельзя было заниматься плаванием. И я отдыхал в детском лагере, и там были ребята, танцевали брейк. Мне очень-очень-очень понравилось. После чего я пришёл в наш ДК, там были ребята, и мне было прям так, не то что стыдно, страшно. Я возле двери минут 30 стоял, не мог зайти. Потом парни вышли, сказали, заходи, привет, ты к нам, я говорю, да. Ну, так и поехало, поехало, пошло. Раз шесть, наверное, бросал, думал, это не моё, всё, брейк-данс не то, не буду им заниматься. Потом учёба, закончил юридический, после чего понял, что всё, это моё. И так и танцую уже 10 лет примерно. У меня случилась в жизни такая ситуация, вообще, как я начал, просто встретил маму своего лучшего друга, и она мне говорит, слушай, а чего ты не пошёл на брейк-данс? Вот Антон уже пошёл, а ты чего не пошёл? И я такой стою, думаю, блин, чего я не пошёл? И, короче, пошёл на следующий день на брейк-данс. Сходил на одну тренировку, да, мне ребята показали 6-step, и всё, и закрылось. Я пришёл на следующую тренировку, и закрылась вся эта контора. Настолько понравилось, что я начал сам заниматься, искать какие-либо материалы, вообще любые какие-то отрезки движений на видео, да. Ну, тогда существовала одна видеокассета у нас, Battle of the Year, и есть такой чемпионат очень крутой и популярный. Вот и оттуда я и начал заниматься, сам всё выучил по видео. Брейкингу в Украине можно научиться практически, я думаю, в каждом городе есть какая-то школа, либо человек, группа ребят, которые танцуют, крутятся где-то в каких-то помещениях, либо на улице просто занимаются. Когда я решил освоить элементы брейк-данса, пошёл в школу, которая была возле дома. И там был преподаватель Егор, он меня обучал самым простым элементарным элементом. Вот, и было сложно поначалу, очень сложно освоить новый танец. Хип-хоп – это хип-хоп, хоть это и одна культура, но брейк-данс отличается с тем, что он более силовой танец. Посещая школу, обучился многим базовым элементам брейк-данса. Было сложно, но спустя год я уже более-менее освоил базу. И потом мой тренер посоветовал мне пойти к ребятам в школу, там, где они тренируются, просто в зале большом. Самое интересное в этом зале было то, что мы все танцевали, в кругу могли собраться, танцевать, джамить и делиться друг с другом опытом. Смотря друг на друга, все учились, росли, изучали новые элементы. Сначала у меня был тренер Денис, он был для меня и тренером, и наставником. Он старше меня на 5 лет, и я хотел всегда быть похожим на него. Но со временем мы стали лучшими друзьями и тренировались вместе. Сначала, конечно, учили легкие движения, стойка на руках, кувырки на голове. Но после года ты сталкиваешься с такими движениями, которые ты должен учить, грубо говоря, полгода. Полгода ты делаешь одно и то же движение. Набиваешь бока, я помню, мы привязывали шапки к плечу, потому что отбивали все в синяках. И это очень сложно, многие бросают на этом этапе. Когда Абрегданте узнали в Советском Союзе еще, когда он попал в наши края, то от незнания и от нехватки информации он подразделялся на верхний брейкданс и на нижний брейкданс. Сейчас уже после распада и пополнения информационной базы люди узнали, что, как, откуда. В нижнем брейке главное танцевать либо на пальцах, либо на подушечках. То есть это показывает твой уровень как танцора. Главное, есть основные движения внизу. Они называются six-step, есть one-step, two-step, three-step, four-step, five-step. То есть они очень похожи, но это основные движения, которые должен иметь любой танцор. Верхний брейк – это топ-рок. Топ – это верх, рок – это кач. То есть верхний – кач, дословно. И танцуя верхний брейк, ты преподносишь свой стиль, показываешь себя в какой-то степени. Танцую и топ-рок, и футворк, и пауэр-мувы для меня – это все элементы брейкданса, так как одно целое. Я танцую отчасти все. Но больше всего мне, конечно, нравятся пауэр-трикс, потому что я начинал заниматься, грубо говоря, в подвале. И мы всегда делали всякие силовые упражнения, и от этого пошло. Сейчас я тренирую в большей степени футворк и, конечно же, пауэр-мув. Что касается элементов брейкданса и движений различных, то их, на самом деле, возможно перечислить, их миллионы. Есть какие-то определенные базовые движения, которые нужно изучить для начала. Но каждый бигбой вносит в этот танец свои движения. Когда он тренируется, ему в голову приходят различные мысли, и он придумывает свои движения. Его оригинальные движения, которые отличают именно этого танцора, другое, от миллионов других. Брейк состоит из пяти важных и главных элементов. Это топ-рок, то, что мы танцуем сверху. Футворк, то, что мы танцуем внизу. Пауэр-мув – это любые крючения. Пауэр-трикс – это фрезы и замирания. И еще есть гоу-даун – это переход с топ-рока на футворк. База – это очень важно, и без изучения базовых элементов не будет никакого прогресса. Уже более сложных элементов. Для меня всегда был сложный пауэр-мув, потому что у меня так скудновато с растяжечкой. Поэтому флай, гелик – было для меня сложно. Я учил гелик два года, потом плюнул, пришел через полгода и за день его сделал. Брейкинг – это достаточно травмоопасный вид танца. Даже слишком, наверное. Ну, как и спортивная гимнастика и так далее. Но на собственном примере, например, у меня сломан палец, миллион вывихов и так далее и тому подобное. Со спиной огромные проблемы были. С травмами, конечно, у меня особая связь. Было примерно переломов шесть. Чаще всего пальцы я даже гипс не накладываю. Самый сложный перелом у меня был – это перелом ноги. Я помню, прыгал, просовывал ногу, зацепился и упал на нее. Вот, после чего я еще минут 30 занимался, потом пришел домой и понял, что беда, беда. Поехал, наложили гипс, и я два месяца ходил на костылях. Переломы всегда меня стимулируют, потому что, когда ты что-то ломаешь, хочется сделать элемент еще раз, но только правильно. Наши танцоры, к сожалению, долго развивались. И только в 2004 году у нас получилось выехать куда-то за границу. И ребята вышли на очень высокий уровень танца, прославили Украину. И, в принципе, следом за этим пошло логическое развитие фестивалей, собственно. Уже где-то с 2006 года в Украине начали появляться фестивали с мировым именем. На нас начали обращать внимание заграничные танцоры. Наши ребята стали популярными в YouTube, их начали приглашать везде. И на сегодняшний момент Украина является одной из лучших в мире не только по брейк-дансу, но и по организации мероприятий. И в Лос-Анджелесе, и в Китае, и где угодно известные среди молодежи наши фестивали, наши бибои. К примеру, я являюсь организатором фестиваля Burn Battle School. Это на сегодняшний момент один из самых, пожалуй, масштабных фестивалей в мире. В 2013 году мы собрали почти весь полный майданной залежности. Было порядка 15 тысяч человек. А в 2014 году мы собрали переполненный дворец спорта. И это мероприятие является знаковым для нашей страны, потому что наша команда из Сабибойс выиграла у сборной Америки. Я считаю, что нужно посещать батлы, соревнования, любые джемы, потому что это развитие. И когда я начал еще танцевать, то и не был на батлах. Первый раз, когда я съездил на батл, я очень много для себя вынес из этого, и это большое развитие. Поначалу было сложно, даже немного стрёмно, но потом мне это очень нравилось. И я ждал, когда будет какой-то батл, чтобы туда заехать и получить, да, эту порцию адреналина и эмоций. Это очень весело и круто, когда очень много бибоев собирается. Сейчас уже как бы регулярно посещаю разные фестивали. Последний вот Адреналин был, вот, Гру Авеню. Постоянно езжу, да, участвую, выиграю тоже периодически. Но сейчас для меня нет цели выиграть фестиваль. Для меня главное участие, потому что многие подходят неправильно. Брейкданс сейчас это не соревнование, это больше как искусство. Сегодня вовлечено в это движение очень большое количество молодежи. У нас есть очень большое количество танцоров. Это и дети, и девушки, и парни. У нас есть много команд. У нас есть танцоры Люси Скай и Друт, есть Бибой Кузя. Это ребята, которые прославили Украину в этом году. Смотря, реально оценивая их возможности, их достижения, я, конечно же, с уверенностью скажу, что у нас большое будущее. И только вперед. Редактор субтитров А.Семкин